Нынешний сезон агрохолдинг «Дмитровские овощи» начал во всеоружии. На поля Яхромской поймы вышли новенькие сейлки и тракторы. Работы предстоит много. За майские дни нужно успеть посадить картофель, рассаду капусты и салата, посеять морковь и столовую свеклу. Для повышения производительности и качества специалиста цеха овощеводства впервые за всю историю эксплуатации Яхромской поймы вывели для посева моркови шестирядный спаренный агрегат немецкого концерна «Гримме». К гребнеобрезователю механики прицепили сейлку. Таким образом, агрегат выполняет сразу две операции – режет гребни и высевает в них семена моркови. На новинку приехали посмотреть технические специалисты из Германии. Агрегат буксирует американский трактор «Джон Дир» мощностью 330 лошадиных сил. Это самый мощный трактор восьмой серии. На данный момент в нашем хозяйстве по-прежнему используются основные четыре культуры овощные – это морковь, свекла, салат и капуста. На данный момент в моркови посеяно уже 200 гектар. На моркови мы сейчас применяем новый агрегат, который нам собрали компания «Гримм» и «Моносем». Это одновременная нарезка гребней и посев сразу сейлкой. Что это дает? Это дает сокращение рабочего персонала. То есть раньше требовался еще один трактор, чтобы сеять следом. Мы зависели от погоды, то есть необходимо было не проворонить, чтобы гребень не пересох или дожди не залили. Данный агрегат позволяет все эти нюансы избежать этих проблем. Также у нас сейчас идет посадка капусты. Уже где-то 70 гектар посажено. Салат сажаем тоже на новые сажалки широкозахватные, 12 рядков, тоже приобретенные в этом году. Салата посажено уже где-то 12 гектар. На другой карте работники агрохолдинга ведут посадку рассадок капусты. Прежде рассаду вырастили в пленочных теплицах. Все сорта голландской селекции – высокоурожайные, устойчивые к болезням и вредителям. Посадка ведется на площади 320 гектаров с помощью европейских рассадопосадочных машин. Еще на одной карте сажают рассаду салатов. В этом году на поля будут высажены 12 миллионов штук рассады капусты и 7 миллионов салатов. На площади 200 гектаров посеяна столовая свекла, которая пользуется на российском рынке все большей популярностью. Также отведены небольшие площади под укроп и петрушку, которые использует квасильно-маринадный цех «Дмитровские разносолы». Импортные и российские есть гибриды. Российские, они потихонечку начинают развиваться, начинают уже создавать более приемлемые к нашим условиям сорта гибриды. Мы их испытываем. Некоторые, например, свекла почти 30% занимает от посевных площадей. Капусту испытываем. Ну и все, пока. Капуст говорит о том, что селекционной работой все-таки потихонечку российские ученые занимаются. Да-да-да, они потихонечку. Сейчас в этом году у них тоже там много новинок в опытном поле у нас будет испытываться. Все тракторы оснащены спутниковой навигационной системой GPS, которая ведет машину по заранее намеченному треку с точностью до 1 сантиметра. Механизатору остается следить за маршрутом и браться за руль лишь при маневрировании. К тому же GPS позволяет инженерной службе следить за перемещением техники, вести учет отработанных моточасов. В цехе овощеводства агрохолдинга работают 100 человек. Часть из них – приезжие граждане из российских регионов и Молдовы. Они проживают в общежитии, обеспечены трехразовым питанием и сдельной зарплатой.